Че, Вань, проболел ты? Че, заболел ты? А, ты же в ночную находил, да? Да. А ты че, не стыд? На суточной смены. Живот болел. Голова? Живот болел. А, точно, живот. Ты проболел, да? Угу. Проводили брата в мире все? Как вам, здравия его? Ну, слава Богу, здорово. Ну, как здорово, относительно. Главное, что поехал в нормальном самочувствии. С нами пока был, он каждый день занимается дома, у него там целый набор на город. Да ему бы не надо. Ну, он приехал домой, говорит, за три недели, пока у нас был, как он расслабился, пришел по-либою начинать по-норому. И ему бы тяжесть это не по-дино, а по-другому. Не знаю, почему, почему. Ему вот так эспандер веки. Ему как вам надо купаться. Ну, плавать надо. Ну, плавать. Плавать. Второй. В сидящий. Вес большой, сильный. С печой, калит. Ну, хорошо хоть калит, ничего, калит. У тебя же есть сумочка где-то? У тебя штунашки сколько-нибудь? Это надо попросить. Сестры, дайте этот целлофанчик маленький. Доходите, доходите. Сестре положите. Вот, смотрите, Евсений зашел. Молодец. Что, никто не делает, лучше есть. Царю небесный, утешителю души стены, И через детстве, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю прийди, все веселны, И очистены от всяких скверны, И спаси блажь и души наши. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание, прибыть с нами, И Дух Твой Святый да не покинет нас. Направь мысли наши к горнему, Господи, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Даем, даем. Наши издать вам слово. Покинай на Александру. Так, ну Талия, где Наталья? Спасибо. На, для тебя. Ты как, что, нам, будешь ехать? С каждого города, где остановку делаете, посылай смс-ку или позвони. Мы здесь-то все благополучно. Поняла? Обязательно. Хорошо. Это шофера не отвлекай в пути. Никогда. Никогда. Не подсказывай, как там угонять или тормозить, или поворачивать куда. Нет, такого нет. Молит. Так, Лена, где вы? Так, ну что, сказать, что у нас в то воскресенье был праздник, день деревни. Мы два года не отмечали. Какая-то пандемия, говорят, была, и поэтому... Нет, это кто-то говорит. Я совсем не могу. Говорят, какая-то. Вот. Сами переболи. Приглашали мы на праздник людей. Да я туда сядула. Был у нас владыка Сергий, митрополит, Барнаульский, Алтайский. Дьякон, выжумяя по дьяконам. Вот. Ну, что сказать, служба прошла хорошо очень, молитвенно, безо всяких этих... Эксцессов. Эксцессов там обычно спокойно, чинно. Ну, кто были в храме, заметили это? Видели, что как было? Все хорошо было. Епископ Славгородский, как бы на канонической территории, в которой мы находимся, потеряю. У него до Павловска. Павловска, это еще к Славгороду относится. Прислал нам, значит, от него был по благословению благочинный и послание. Управляющий Славгородской партии. Его преподобие, протерей Акиму Лапкину, настоятелю храма в честь Ана-Мучии и конфима Некомедийского. Алтайский край, поселок потеряется. Ваше преподобие, дорогой отец Аким, разделяя радость настоящего торжества 30-летия возрождения поселка и 205-летия на основании поселка, поздравляю вас и прихожан с престольным праздником. Здесь неправильно, наш престольный праздник будет осенью. Сорадуюсь вашему торжеству, молитвенно желаю вам крепости, сил, мира душевного, неосходевающей радости о Господе и его щедрой помощи всей вашей православной общине. Пусть, милостивый Господь, по молитвам священномученика Анфима Некомедийского непрестанно дарует вам и всей православной общей поселка, потеряя любовь из-за моего понимания. Потому он знает все, что вы, мои ученики, будете иметь любовь между собою. Иоанна 13, 35. Призываю на вас Божие благословение с любовью о Христе, епископ Таверосский, Каменский, Антоний. Вот это его. Но Владимир Сергий лично поздравил нас всех, возносил молитвы, поэтому такого не было послания. Другое пригласила местная администрация сельсовета, там у нас, Ксения Владимировна. И вот она ответила так. Уважаемые жители поселка потеряются. Этот день особенный для каждого, кто вложил в частицу собственной души становления и развития поселка. День рождения села это праздник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает историю. Всех вас объединяет один общий дом поселок Потеряевка. Стоять и просветать вашему поселку на многие века. Желаю вам дорогие земляки крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, и уверенности в завтрашнем дне. Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец. С уважением глава Корсесельского Совета Ксения Владимира Кимдер Кнехт. Кто знает немецкий язык? Кимдер это ребенок. А Кнехт что такое? Кнехт это Кимдер Кнехт. Кнехт это не корабль, это деталь, по мужу, она по мужу ей по миле. Кнехт. Наверное, так. Кое-то было. Приглашали администрацию города Барнаула. Мэра приглашали в гости. Пришло. Также выражаем вам благодарность за приглашение главы города Барнаула на торжество в честь памятной даты 30-летия от возрождения поселка Потеряевка и 205-летия от основания поселка. И шлем поздравления всем жителям села со столь важным праздником. К сожалению, глава города Барнаула не может принять участие в праздничном приятии, поскольку план работы главы города составлен на месяц вперед. Представитель комитета Королев. Всегда отвечают, да? Всегда отвечают. Ну, правда, сейчас и начали отвечать с московской. Пригласили мы прокурора. Игнатий Тихвин так любит маркературу. Он с ней просто дружит. И вот пригласили, да. И оттуда пришел ответ. Выражаем благодарность за приглашение за торжество посвященное памятной дате возрождения поселка Потеряевка. Но, к сожалению, в связи с уже запланированным на это время другим мероприятием прокурор края не сможет принять участие в данном торжестве. Старший помощник прокурора края по организационным вопросам и контролю исполнения Старший Советник Юстиции Само Рядова. Е.Ф. Само Рядова. Вот такие мы получили поздравления. Ну, что сказать, да. Да. Гостей было много. В субботу было крещение. Крещаем было 16 человек. Все причащались, а потом в воскресенье причащались. Причастников было 31 человек причастников было у нас в воскресенье. Ну, в тот же день вечером уже многие уехали кто на Москву, уехал там Казань и дальше уехали многие. Впоследствии постепенно уже. Сейчас остались только вот сегодня уезжает нас еще Геннадий с Натальей уезжает. Остались там только два еще. Сергей уедет в понедельник остается один Геннадий. смотри, отец, я за тенок вот общую квартиру у тебя заграбав и останешься ни с чем. Обычно говорят, там в этой квартире. квартиры отбирают. квартиры отбирают. Мы со своим не знаем, что делать. Лохи вроде люди становятся. Как попадают в общество. Нас своим и кому отдать. Ну, вот так вот все прошло хорошо. Следующим праздником готовимся мы к престольному празднику. Епископ обещал обязательно Антоний говорит, буду. Здесь он в Москву летал, поэтому он там. И владыка Сергия говорит, если то будем обязательно это будем защитить. Ну, вот так вот. А мне какие вопросы? Потеряете дух особенный. Слушаю вас. С Украины тут один молодой человек 435 евро вам. Вот. Передал. Передал, да. Ставал батюшке на храм. На храм на дела ваши Божьи. Храм обделанный хорошо все. Мы можем жить. Да, я еще другое сказать, что я у нас в субботу там, я до этого за неделю ездил в Омскую область. Вот. Туда, где там от Омска еще 120 километров город Тюхалинск. Небольшое городишко. Я там два раза служил. Первый раз, значит, я помогал там строить храм. Другой батюшка, отец Димитрий храмцов служил. Я помогал как камничек. Выкладывает там кирпичную кладку, после него назначили меня троностоятелем. Я прослужил там полгода и храм сгорел. Был поджог. Ночью три часа храм. Остались только кирпичные стены. А храм был обширный, большой храм был. Вот. даже фермы были сделаны крыши металлические однотавровые швили. Их покореживало. температура была. Ну и вот я их, значит, от февраля месяца, он сгорел в ночь с 15 на 16 февраля, до ноября месяца восстановили этот храм. Было очень трудно. Не то, что даже трудно, не материально трудно. Дело в том, что материалы было в то время нигде не взять свободно. Нельзя было свободно материалы. Поэтому нужно искать там людей. Мне помогал один старост Никольской церкви в Барноле. Он такой мужик был, это знал, где подойти или что-то. Я-то что, приду, я не знаю. Мне надо, нету ничего. Ну, сейчас поворачиваюсь ухожу, нету. Я не знаю, как это. Подход. Подход, как это работает. Я этого не знал. Ну, дал, дал, но... А он и договорится все, звонит мне там. Так, батюшка, так, в какой-то день поезжайте на какую-то базу, там обратитесь к кому-то, сколько вам надо досок, 20-20 километров, там, выше, сколько надо, там, там, пятидесятки, сороковки досок, там, на ту базу пойдете, приезжай на ту базу где-то. В воздей, уже. Да, но средства стали поступать, когда объявили, присылали мне переводы были по полторы тысячи, это был восемьдесятся свой год. Получала переводы от баптистов, от старобрядцев, то есть отовсюду люди, кто мы кого знали, сообщили там, люди были, приезжали ко мне восстанавливать даже с Красноярска, отец благочинный Александр Бурдин прислал пятерых протеерей, протодиакон и трое там эти, ну, вон, 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 трудники, трудники церковные, да. Они у меня две недели работали, там, во всю мощь работали. Ну, там, бетон мешали, там, раствор подносили, там, вот, все это, помогали. Ну, и местная там, она, уполномоченная была такая, вот, она, значит, как бы сказать, возревновала, или как сказать, значит, как бы батюшка эти деньги вроде бы не проел, не пробил. Собрала совет, свой там совет, значит, начальник милиции, начальник почты, там, еще какие-то были, там эти, ну, и вот решила, чтобы переводы мне не отдавали, начальник почты, говорит, она говорит, а природы приходят на его, если будет доверенность от меня, на кого-то, я говорю, а так, я, не могу, куда их, нет, нельзя, это, ну, все, я получал природы, у меня все эти корешки хранятся, купил я досок, там, допустим, на две тысячи у меня все обранились, все это было, ну, вот так вот, это, владыка, владыка уже уезжая, его перевели, последний ночей он в Сомску приехал, у меня ночевал, от меня поехал, на прощание, мне тысячу подарили, а я говорю, ну, уже крышу крылья, а ты, говорит, на крышу, пускай будет моя, говорит, там, пластинка на крыше, вот так вот, восстановили мы, когда это все, служба началась, ну, куда ты меня не утащу все, восстановили, тогда я поборчив, чтобы меня перевели, и в Тюмень, перевели, и какое интересное было, и когда мы были, на день, я поехал туда, престольный праздник, Рождества Яны Претичи было, батюшка пригласил меня, тот, который познакомились мы, который там служит настоятельно, и пригласил меня туда, вот, я приехал, ну, отслужили, епископ был их, Тарский, Тюкалинский, Петр, убили хорошо, там трапеза была, и за трапезой оказалась, это Галина Николаевна, была, она, конечно, старушка уже, там это, батюшка говорит, она у меня самая активная прихожанка, где бы какое дело, это она, ну, и она стала, вы меня, не знаете, а вы меня, говорю, узнаете? Ну, я припоминаю, говорю, ну, я, я так бы встретил, кто не узнал, но я припоминаю, говорю, по той, ну, и, в общем, ничего, я не стал говорить, там, про трапезы, что там было действительно, она, да, вот так вот было, еще трех прихожанок встретили, которые понят меня, а тогда же молодежь не ходили, больше уже были в преклонном возрасте, одна, ой, батюшка, дай мне ручку посадить, да, я помню, ваши руки всегда были по локоть, это в растворе, в бетоне, все это, руки были у вас, ходили помогать, они еще там, ну, и запомнила она, все, вот, трех только, три прихожанки, которые помнят меня, по тому времени, больше никого нет, давно, давно, а мы сейчас помним, ладно, пахнут всегда, вот так вот, такое было, хорошо там, ну, и мы потом уехали, потом я в городе познакомился с одним батюшем, я начало, так, открылся, отец Антония, а он как, я у прадодиакона был, прадодиакона Анатолия, мы с ним дружим, с прадодиаконом 78-го года, если бы не он, то я бы священник никогда бы не был, когда я уже дьяконом был, я намеревался убежать, просто, он пошел от меня, иди болтай, там, принеси там что-нибудь, а епископ, я думаю, сейчас приду, я потихоньку сниму, стихарить, теми дверями, выйду, и, не надо меня это, поминай, как звали, да, смотрю, он сзади за мной заходит, а я говорю, пошел, что ты можешь, что-то сотворить, что же я, караулю, оберегал, поэтому, я, как-то так, еще остался, но потом встал, я не знаю ни службы, ничего не знаю, туда пошел, я не знаю, куда выходить, это страшно, ну и вот, а этот батюшка ходит, ему уколы ставит, ему уже он 86 лет, протодиаком это, он болящий такой, я у него, там ночевал, познакомились, он служит за городом, от отца Антония, а батюшка сказал, протодиак говорит, он говорит, у него своих трое детей, еще, говорит, 12 приемных, я говорю, как это приемные, ну, сироты, символизмного дома, ну и он меня пригласил к себе, субботы на воскресенье, все ночные, ну, познакомились, пока храм большой, храм такой построен, но это не он строил, до него там будет батюшка, который строил, там была воинская часть, он на территории воинской части, двухэтажный дом, появился этот дом, встретили, значит, смотрю на коляске, один, второй на коляске, там, там кое-как ходят эти, ребятишки такие, ну, уже взрослые, там больше 10 лет, которые там есть, когда мы 30 лет, там такое, на коляске, у них это двухэтажный дом построен, вот это там, вот, и этих 12 ребятишек, сироты, коллеги, которые, от которых отказались, наверное, они очень расплажены, вот они там, при храме живут, он с ними занимается, ну, там помогают женщины, видать, которые там же нужны на кухне готовить, и все там это, и вот, ребятишки такие, интересно, сели за трапезу, там вообще трапезы, ну, они кажут, «Батюшка, возьмите у меня бутербродик, свой бутербродик стараются отдать, там все-таки синюшку, то есть, так вот они, потихоньку другие подходят, там, все, я подходит, батюшка, а когда горячая вода будет, ну, потерпите сейчас, немножко еще, сейчас мы вот это, а у них этот, прогорел котел, прогорел, это дело, там воду греет, вот, ну, подождите, сейчас мы, нет, два-три еще, так потерпите, значит, ну, и вот так я посмотрел, он все-таки к себе придет, думаю, смог бы я это, нет, я бы не смог, не знаю, сорок лет назад, может быть, еще бы, как-то, а сейчас, нет, они подходят к нему, что-то дергают, заподрясник, говорят, я не могу понять, что они говорят, идет, они мне рассказывают, что-то, но второй понимает, и мне переводит, он говорит, а непонятна речь, даже, у ребенка, парниши, двое в алтаре, там прислужив, двое или трое, такие, которые более, поэты, программы, ну вот, другой один попросил стихи, стихотворения любви, а можно стихи, такие вот, чтобы, ну, там были, о Боге, о церкви, я говорю, есть такие стихи, я тебе послужил, ну, вот такое, ну, а я приехал, когда здесь были еще приезжие все, я никогда этого не брал, первый раз, так и так, помочь, этому, видим, что занимаются, дело не так, что, как по телевизору, там, ребенок больной, нужно 10 миллионов, не 10, 150 миллионов, ребенок никакой, видно, что он, он и по 150, он жить, не может, вроде бы, один укол сделает, и все, сразу направится, 150 миллионов, и не знаешь, куда они эти, все, это уже, ну, и мы объявили, собрали 281 тысячу, и сразу же в этот день, попросили Лену, Лена им перечислила, и он мне отвечает, получили, говорит, я, купил этот, котел поставил, говорит, завтра, говорит, придут мастера, поставят, электрический, да, ну, да, электрический, там, у них такой, винт, он, перегорел, не сгорел, перегорел, что-то там, или что-то, или элемент, ну, он, видать, один, это на двухэтажный дом, допустим, который с коляской, у него отдельная комната с коляской, широкий дверь, чтобы съезжать, у них большой, там, мы, приезжали в участок, там, вечером и грядки я помогал поливать, там, которые могут, с шлангом ходить, поливают, вот, огурцы, там, теплица есть, там, у них помидоры, мне на дорогу, там, огурцов, укропы нарвали, лук, нарвали, на дорогу, наливили, вот такое что было, я батюшку пригласил к себе, на прессольный праздник, батюшка, приезжай, познакомимся, он, ну, я не один, сколько надо, хоть со всеми приезжай, не все страшно, ну, решил приехать, батюшка, это удовольствие, у него матушка, матушка, у него, да, и матушка, за столом мы сидели, когда в воскресенье, это после службы, матушка рядом, она мне, никто нет, она мне все это, подпадывала, матушка, своих трое, у него летит, но он отдельно живет, где-то там, не здесь живет, а подальше, там, сего какое-то, в селе живет, здесь вот, у него, это, при храме, двухэтажный дом, ну, от храма метров, может быть, пятьдесят, там, это дом, что ее двухэтажный дом, ну, вот, такое было, поездка у меня, очень хорошо, как его зовут еще, Антоний, Антоний, так, какие вопросы еще, ко мне? Антоний, по-другому, Антоний, вы сегодня молились 42 мученика, это Антоний, как говорится, начальник всех русских монахов, а 42, а 42, это было там, в другом месте, в Никополе, агумянске, 42 мученика, в Никополе, это селе Никополе было, 42 мученика, там назывались только 10 имен, а остальные все 42 мученика, в Никополе, пострадавших, это, 4 святых откроете, за 10 июля, там, подробно, все подробно, они все спрашивают, а почему у вас, священно-мученик, Анфима, не комедийство, ну, я, правда, сразу же, возьмите, у вас есть меня? Есть, ну, вот, найдите, находят, о, да, как много там написано, Анфима, жительец, там, стране, где, да, там, 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 я, 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 рассказал, редко таких храмов, чтобы так, обычно, Покровский, Никольский, Александр, Даневский, ну, и все, евангелистов, только Иоанна Богослова, Матфея, не знаю, Фомы, в Москве, я знаю, один есть в Фомы, где был убитый, Даниил, Цесорев, был нацятель этого храма. Фома не верующий, поэтому, что ради него памятники? Да, в честь брата Господня Иуда, ни одного храма нет. Так он же Иудар. Брат Господень. Иллюзий Чаус. Да. А переводится прекрасно. Мы его заинтересовались, а так, что это совсем интересно. А почему, почему бы так его назвали? Ну, назвали так, что он был такой, что у него не было ни одного отречения из его пособок. Было сожжено сразу 22 тысячи. И ни один не отрекся. Значит, чтобы было нашим покровителем, чтобы из нас никого не было отреченных. Там дети еще были. Дети были. И оглашенные среди них. конечно. Которых исповедовали и причащали. Прям там не крестили. Так, еще какие вопросы? В храме. Пока, и Желиха. Познакомьтесь. Это, кто поставил, тот будет. Это новое издание. Знаете, издал. Называется проповедь в стихах. Четыре тома стихотворения. Можно писать? Ну, лежит, наверное, можно. Сколько положено? Можно. Можно. Смотрите. Интересные фотографии. Там туда не фотографии можно смотреть. Стихи. Не так стихи, как фотографии. Нет. Стихи, вообще хорошие, их трудно прочитать. Да. Их даже вот так поставить и то прекрасно смотреть. Даже не считать. Смотреть. Уверху не считать. Бери. Такого, я тебе скажу, в мире ни у кого нет таких. Конечно. У кого-то уже нет. Вячеслава уже нет. Да, ну, Вячеслава. Я не знаю, что это. А так ни у кого нет. Так что так. Ну, все, я уезжаю на автобус. 200. Кто у меня подбросит в 11 часов? Глава автобус. Я подброс. Все, договорились. Занимайтесь, датчик, хозяйопобеду. Раз нет вопросов никаких, с Евангелия, да? Все, давайте, занимайтесь. Сегодняшнее чтение 1 Коринфянам. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1 стихи святого 17 по 24 во имя Отца и Сына и Павла Духа. Аминь. 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 Стих 18. Ибо слово о кресте Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Толкование блаженного феофилакта Болгарского. Были в Коринфе не почитайте не почитайте не почитайте этого странным, ибо данное Богом для спасения кажется безумным для погибающих. Словом о кресте называют проповедь о кресте или Христе распятом. Для нас, говорит, не погибших, но спасаемых, оно есть сила Божия. Но крест показывает и премудрость. Силу он показывает в том, что смертью разрушил смерть, ибо если побеждает падший, то это знак величайшей силы, а премудрость в том, что таким именно образом спас погибавших. Девятнадцатый стих. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Толкование. Сказав, что неверные мудрецы погибают, подтверждает это писанием, ибо оно говорит «Мудрость мудрецов его погибнет». Исайя 29.14 Разумеется внешних, то есть в премудрости мира сего нет разума. Это уже не премудрость. И отвергнут разумение тех, которые почитают себя разумными и знатоками. Стих 20. Где мудрость, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Толкование. Приветшее свидетельство из Писания доказывает потом мысль свою отдел и обличает как эллинов словами «где мудрец», то есть «философ», так и иудеев словами «где книжник». А совопросниками называют тех, которые все основывают на умозаключениях и исследованиях. Никто из них не спас нас, но вывели нас из заблуждения рыбари. Выражение «не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие» стоит вместо «показал, что она безумна, потому что не могла найти истину». Стих 21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Толкование приводит причину, почему внешняя мудрость обратилась в безумие, поскольку в премудрости обнаруживающейся в тварях, ибо небо и земля и вся тварь проповедует о Творце Солома 17.2 Римлянам 1.20 Мир, то есть помышляющий о мирском, не познал Бога, очевидно, потому что в этом препятствовала ему мудрость, как вы увидели в Красноречии. То благоугодно было Богу спасти верующих простотой проповеди, которая только казалась безумной, а не была таковой действительно. Итак, эллины имели своим учителем премудрость Божию, то есть усматриваемую в тварях, но не познали Бога, потому что водились мудростью, состоящей в Красноречии, которая не есть мудрость. Стихи 22-23 Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Толкование Павел хочет показать, как Бог противоположными средствами производил противоположные действия. И говорит, когда я скажу иудею верь, он тотчас потребует для подтверждения проповеди знамений, но мы проповедуем Христа распятого, а это не только не показывает знамений, напротив, кажется слабостью, и однако это самое, представляющееся немощным и противоположным тому, чего требует иудей, приводит его к вере, что и показывает великую силу Божию. Опять эллины ищут у нас мудрости, но мы им проповедуем крест, то есть что есть проповедовать Бога распятого, казалось бы безумно, однако и они этим убеждаются. Итак, не есть ли это доказательство величайшей силы, когда они убеждаются противоположным тому, чего сами требуют. Для иудеев говорит, распятый служит соблазном, ибо они притыкаются о нем, говоря, как может быть Богом тот, который ел и пил и с мытарями и с грешниками и распят с разбойниками. А эллины издеваются над этим таинством, как над безумием, когда слышат, что только одной верой, а не умозаключением, которым они так привязаны. Можно понять то, что Бог был распят и что проповедь о кресте не украшено красноречием. 24 стих Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Толкование. Для неверных иудеев, говорит, Христос служит соблазном, а для неверных эллинов кажется безумием, потому что те и другие не находят в нем знамений и мудрости, которых ищут. Призванным же иудеем и эллином, то есть призванным от Бога как достойным. Христос являет в себе и то, и другое, чего они ищут. Зачем в самом деле ты, иудей, ищешь знамений? Вот Христос, Божия сила, которая творит знамения. А ты, Эллин, что говоришь? Ты ищешь мудрости? Вот у тебя Христос, который есть премудрость Отца. Богу нашему слава! В веки Аминь! Ну, во-первых, братья, сестры, благодарю вас за вашу молитву. Кто молился, знает, что мы с Никитой путешествовали с соснокой за многие годы в Голосе, ну, в Голосе, мы поехали отдохнуть, у меня до Моголя тебе на день рождения подарок. Сажу тебя в Голосе. Я, в принципе, был на Теренском озере только один раз, это было много лет назад, и в этот раз побывал, посмотрели, в самые интересные места, что вызывало во мне просто дух на эти потрясения, когда видишь величие этих гор, думаешь, Господи, ты прикасаешься к этим горам, и они дымятся. И как мы ничтожны по сравнению с твоим творением, и в то же время, как великое творение во плоти человеческой. Только это понимаешь, и тогда благодаришь Бога, славащего. Благодарю вас за святые молитвы ваши, Господь нас сохранил, мы приехали в Благопоручии, слава Битва Господа. Хотел я поехать непременно на крещение, поучаствовать в церковном приходском совете, но случилось так, что у меня болела нога, я достаточно интенсивно болела, еще до сих пор болит, поиски болела, так что прошел продолжить молитву, чтобы с этим телеком. Колено или бедро? полный стекло. Остегнулась. Спасибо Христосу. Который ломали, да, вот это? Нет. Так, ну еще не вижу сестры вашей Дианы. Она сменила вас? Конечно. Была. Была? Не просите. Да, что-то там очень слабоченький. Как доехал ваш наставник? Прекрасно. Все, готовься? Слава Богу, да, я желаю. Рассквесенье передаю. Здрасте. Ну, вы, а болящих Татьяна Позовична всех вы перечислили? Кого не спорили? Ну, должна была утром рано звонила Валентина Павловна, хотела приехать, она где-то в дороге была, но как получилось, не доехала. Ну, Антонина там все равно находится, такие девочки, ну, нормально. кто у нас отпущен? Валентина Борисович Николаевна. Не звонила она. Кто с ней не имеет цель, надо позвонить. Я с ней разговаривала, она собиралась, наверное, из-за дождя понедельник. Понедельник? такая, не очень интенсивная, но есть динамика. Она узнает, она дома, встает, вроде, с ним кушает уже, и, ну, как-то вот такая. Он ей приготовил там подручные средства, для того, чтобы она могла подниматься, держаться за перекладину. головокружение там, ну, там сложное состояние. Обмягчение. Длительно, у нее не один год это копилось, эта болезнь, потому что там почти вовремя достали, так сказать, там даже твердая мозговая оболочка, она была в нескольких местах нарушена. она храняет мозг, защищает мозг от повреждений, и она, мозг-то плавает в жидкости. Томография помогла, да? Через томографию все выяснили? да. Интенсивное такое исследование. Так было так. Надеялись, что после операции там восстановится движение ликвара под четвертым головочком, но уже во время операции было такое, там могло быть вклинение головного ствола мозга в затылочное отверстие и мгновенность нет, потому что там подолгав до мозга находятся сосуды двигательные и дыхательные центры. Там либо то, либо то, либо так что вот такая ситуация сложная. Ну, больных жилы. Больных. Все? Нет, еще вот, скажите, любовь Петровна, сложнейшая там обстановка, она просто у Ольги почернели уже ноги, да, почернели. они уже от стопы и у меня жили, что ли? Ну, либо диабет, либо так сказать, что жидкость выгодила на всю жизнь вот так вот. Я говорю вам у моего теста тоже там начинается проведение глубокой ишемии, то есть отсутствие правообращения в стопе. Такая сложная. так, кто не лечится? Говорите. Я в памяти ушедшего Господа наших сестер. 24 июля память сестры Анастасии Другой. Сегодня мы вспомним о ней. И 31 июля это Щукина Анастасии Алексеевна. 31 июля. Дочень Маргарита просила 29 июля быть в храме Иоанна Богослова на службе и потом в трапезной будет поминание трапезы в памяти ее матери Гадошина. Так перенесли, потому что так более удобно для того, чтобы они там побывали. Кроме этого 29 июля память алтайских новомучеников в том числе и священно-мучеников архиепископа Барнауглского Иоантова. И еще там четыре человека есть. 29 июля еще память ученицы Иулии. Так что сможет вас обращение пожалуйста утром там 8 30 сколько Марганита очень спросила она ну и мы знаем что мама ее была на занятиях есть обращение ее записанное в том числе как 74 даже 84 есть обращение ко Христу как она пришла ко Христу и кроме этого она еще и благовестила в том числе и Нелли Алексеевна Чжукина не Нелли не Нелли не надо то так хорошо пафосно говорили Магарита Магарита очень просила поэтому прежде пожалуйста не забудьте скажем Магарита очень просила прийти на Магарита еще дочь Магарита еще дочь Нелли Алексеевна она очень очень просила сестер которые близко знают вообще сестер прийти к ним в храм Иоанна Богослова там приготовят все повара этого храма сделают ну все по чину будет это служба и после этого поминальный обед и Рита очень очень просила потому что в течение года когда так получалось что вот она полочки одни раздала и все а она хочет сделать полностью обед такой Братья и сестры Благодарю Господа Бога что с моего дня рождения меня посещает и в то же время Он мне всегда помогает это столько у меня было всяких моментов в этот раз меня снова Господь Бог посетил и настолько было сильно я думала я не выживу если бы не ваши молитвы благодарю Господа Бога что я с вами со всеми вы молитесь обо мне спаси Христос слава Христу Господи сообщения передавали прям по телевидению сообщения передавали Адлер Москва там двоих зарезал это чувак чвк вагния состав был наш варнауз да ты что тут могли попасть понимаете пассажиры и попали могли попасть и сами сотрудники проводники кто угодно не понравилось что ему сказали о чвк вагния вот этих вагниевицах и он бывший зэк начал я вас сердечно благодарю что вы не забываете я сразу тебя вспомнил хоть бы гад не была в этом вагоне я была в рейсе тоже в Адлер встан но в другом составе второй момент прошу ваших молитв о Саше он сейчас в дороге я просила молиться у него деловая поездка но он достаточно быстро все дела завершил и едет назад сегодня к вечеру должен быть дом и третий момент пожалуйста возьмите колочки дети вывести это не я из тела потому что у меня практически дома не бывает вырастили дети не перерощенные кабачки возьмите потому что ну что тут даже в постный день порезали кружочками с приправкой с чесночком не умею вас учить и будет у вас наставить прекрасная беда и благословю господь и помолитесь если не сложно чтобы господь детям дал рождение свыше самое главное самое главное трудиться трудиться я их научила а вот Богу молиться научила но рождение свыше вы понимаете сами кто рожден свыше понимаете что это насколько это важно в жизни человека и насколько без этого ничего в дальнейшем можно автоматически что-то делать что-то какие-то ритуалы церковные и все такое но при этом будь далеким спасибо Христос поможете вам как можно все престиж да если вы можете беру ваше внимание молись в день радостного счастья перед трудным подвигом молись молись когда грозит ненастье когда смущаешься молись молись когда обиду сносишь когда в опасности молись молись когда за милых просишь за злого недрого молись молись когда слабеют силы когда возносишься молись молись дорогой могилы за жизнь рожденного молись молись минуту искушения коль победил тебя молись молись предсмертное умоление что Бог простил И у нас пополнение, родился Андрея Головача, но имя пока еще не говорят. Выбирай, выбирай. Я хотел о сегодняшнем чтении сказать. О кресте. Что такое крест? Чтобы понятнее было или расширить, что ли. Все понимают, крест, орудие казни, пытка, дыба у нас была. У меня фамилия Дыбунов. Это палка такая простая. И поднимают вот так вот человека и спрашивают у него. Если он сильный, провисит полчаса. Если послабее, то быстро все расскажет. Орудие пытки. А что это такое орудие пытки? Как нам-то понять? Вот, Христос висит на Христе. Ну да, там жалко. У меня бабушка стояла и плакала. Я говорю, бабушка, ты так плачешь, а что такое? Как жалко мне его. Я говорю, бабушка, ты вообще не верующий. Я говорю, тебе жалко Христа, который тебе принес спасение. Нет, не то это. А что это такое крест? Крест – это теснота. Теснота для нас как перевести. Тесно, когда… Многие прям плачут. Потом подходят и меня чаще всего просят прощения. Почему? Это теснота – это дисциплина. Понятно, да? Что такое дисциплина? Для нас, чтобы понятнее было, а то сейчас скажут, дисциплина. Но сестры в армии не служили. Братья многие не пошли в армию. Там только вся дисциплина. Нет, нет, не в этом дело. Это закон. Ограда. Вот это вот оно и есть. Ограда. Церковная ограда. Давайте назовем церковной оградой. И вот в этой церковной ограде должны кто находиться? Вот эти самые посол, которых Христос пасет. Овцы. Очень не любят это слово. Кто? Я овца. А там еще есть и козлики тоже. Козликов тоже уже это приносили. Просто об этом мало говорят. Я козел. Вот козлики маленькие, овечки. Они пасутся в этой ограде. И Господь их пасет. И написано. Любовь есть исполнение закона. То есть в конце концов пришли, что крест это любовь. Понимаете? Любовь. Просто запомните. Крест это любовь. Дисциплина прежде всего. А теперь глядите. У нас 15 пунктом. Перехожу сразу. К нашим баранам. Артурцам. Написано, что. Стражи у дверей. Вы видели хоть стражи у дверей? Кто у нас стражей у дверей? Нет. Я не был никогда. Чтобы я был стражем. Я не страж. Игнать Игныч. Игнать Игныч. Староста написано. Староста. Вот он стоит. Органиц. Вот я так и сказал. У нас написано. А стражи у дверей нету. Понимаете? Их нету стражи. Кто у нас исполняет. Вот я прям всё подсказал вам. Кто исполняет эти обязанности. Стражи у дверей? Ну как бы. Миша. благодарю тебя молодец я уже подсказал она все никак не будет так ладно говорю прямо я старший исполнитель наблюдатель давайте запоминайте я старший исполнитель наблюдателя кто тут у нас еще есть исполнители наблюдателей или ты не исполнительно нет видишь а кто еще все вот я один здесь а еще четверо их нету это андреич вы не исполнитель наблюдатель вот виктор андреич исполнитель наблюдатель но он тоже не страшно то есть глядите у нас никакой те даже тирании нету по строю шулю рейтом со счетами там с копьями нету ничего даже этого а должны быть дьякона они должны заменять он подходит дверь двери когда батюшка восклицает то дьякон подходит ко всем дверям чем подходит он как страж он смотрит оглашенные вышли верные остались или нет вот так проходит вот у нас нет такого страны вот приехал ли лев фольгуев борода стрижена я попросил и транзит чтобы батюшки обратился и сказал что ему надо выйти стражи нету тиранов нету поэтому он там дальше поют а потом нам рассказывать что нужны хорошие голоса и так далее хорошие нужны мозги и сердце любящие христа что борода вот такая была не вот стриженая вот что нужно первую очередь дисциплина ну так как он как лица приехал уехал баба служу кобыли стало легче нашей дисциплине здесь потому что у меня вот так вот сердце трепетало понятно что мы ему добро не сделали что он стоял там пил когда должен был соглашенными выйти и понять что такое дисциплина что такое крест любовь должны были принести теперь я перехожу к нам о чем я говорю вот когда и исполнитель наблюдатель делает какое-то замечание вы это на ус мотайте записывайте если вам так охота поругаться с исполнительным наблюдателем запишите себе в блокнот а потом прямо на собрании скажите вот этот старший исполнитель наблюдатель такой найдете там слова и вот он мне нет мне сделал замечание там и не надо со мной ругаться вот вот зачем вы со мной ругаетесь я вам вот стою здесь смотрю за время я смотрю за батюшка сегодня заходил пятьдесят одна минута а я за часами слежу батюшка может не следить он потому что ведущим а я слежу почему у нас регламентирована у нас там первым вторым пунктом за семь минут до конца до службы должны зайти люди почему так сделали чтобы не мешать молиться и батюшки и тем которые стоят люди чтобы не мешать все чтобы люди привыкли к тому что за 7 минут они уже придут а еще нету службы они уже стоят это какая-то сверх дисциплина откуда она пришла из местописания сираха написано возлюбленный прежде чем молиться приготовь сердце свое то есть мы стоим и вот 7 минут подготавливаем свое сердце иначе господь не примет нашу молитву если мы сердце и мы как можем вот временем отняли у себя 7 минут и поговорить ничего поэтому сестры вот вы тут что-то делаете когда . вы уезжаете с богом бачка ангела хранителя путь вам мирного спаси христос закрещен закрещенных заглашенных которые стали кощем вот и и пачки 50 до минуты я губочка 53 даже уже 54 не смотрит у нее ты тоже следишь за часами на тоже врач тебе обязательно нужно 1 сказали вы столько прийти она там пришла через час нельзя посмотрели до 54 минуты то есть у бачки на две минуты на 3 чё там вниз здесь ну почему положение обязывает как оближу это оближь до латинский положение обязывает меня понимаете вы начинаете со мной ругаться и сами не понимаете куда попадаете ну да меня можно на чем-то поймать но я исполнитель наблюдатель старший я не страшу дверей я никого не буду хватать но я не пущу если кто-то опоздал вот место три недели назад нас у меня там не было я смотрю зашел спокойно в куточку повесил а все стоят молятся ага дисциплину нарушил а ему то все равно а у меня положение обязывает он сидит хмурый даже не помнит этого все и вчера обязательно и вчера тоже сестрам говорю мы сестры старенькие понятно говорят или сами говорят у нас память не плохо я им говорю сестры минута осталось вы сразу все вот так вот складывайте татьяну кузьмишу где она складывайте все и быстренько идите спокойно вы это обыкновенная всегда виктор андреевич это я даже тут тоже заговоришь он подходит рассвет выключил или на тихночка когда здесь и встали и пошли не надо со мной зачем со мной привлекаться ну ты что я смотрю ты за временем не смотришь тебе не надо тебе положение не обязывает тебе только надо исполнить вот просто поставила и пошла спокойно а потом когда закончится служба господь таких благословений даст александр михаловна да благословение очень много не надо так расстраиваться что я исполнительно вы сами меня избрали я попросился я все время сам напрашиваю потому что кто знает что готов или нет я помолился господу господь открыл сердце моё грудь дайте я же не был тогда старшим это меня уж старшими на тихо вы все согласились что старшие должен быть я уж так называюсь вы думаете что у меня гордость у меня сердце все дисциплины наши шестнадцать пунктами и о чем забываете десяти под пунктами которые помните тоже мы приняли на собрании я все это должен голове держать вы просто меня пожалейте и приехали гости мы сидим я им рассказываю все наши пункты даже по пункту не успел сказать все они первый раз у нас там где они ходят в храм у них этого ничего нету и они смотрят играет как это будет сейчас все увидите только заходим в храм две сестры стоят что-то там же стекулирует бабки осталось только две какие-то корзины чтобы они друг другу передавали и деньги я такой вы чё делаете они продолжать чуть 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 мне знаете ничего это вы будете перед христом отвечать я просто вам напоминаю вверх встает меня просто не обойти я не танк конечно но широкий и поэтому ну вот такой будет еще или нет я не знаю вы бог больше я думаю не будет такого просто еще нету такого другого дурака который лезет сам нараженный вот постоянно оскорбляют меня как только там со мной ругается ты кто такой там есть у нас он сестра на час уехал туда постоянно там со мной набавается и все почему потому что не думает о любви о кресте правильно вот такой с позиции как я подошел кто думал об этом что какими вехами потиху потихоньку через дисциплину придем к любви любовь есть исполнение закона все послание к римлянам 10 глава 30 на не простите нас вот теперь зале пожалуйста у вас подали хорошо молодец если его не было я не знаю действительно нам нужна жесткая рука ну он один он не может разорваться потому что правильно а здесь когда мы все собираемся особенно когда батюшка говорит у меня огромная просьба к сестрам братьям ну помолчите немножко вы перестаньте вы все это шиши 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 и переговорятся и шепчутся хихиха это что-то говорят батюшка говорит во первых отвлекаешься не можешь запомнить что он говорит потом уже не можешь вникнуть уже половину фразы ты не слышал и уже все то есть внимание все особенно у нас вот отцы наши это игнатий тихонович батюшка когда они говорят ну давайте все возьмем себя в руки вот святой воды в рот наберем и будем его слушать внимательно не мешать другим нет самое главное чтобы жены молчали в церкви остальное сюда можно можно под пункт и говорить там сейчас туда одиннадцать и добавить батюшка говорит игнатий и все что молчали это под пункт будет это не только все странные братья в том числе как наблюдателям мы не должны говорить когда батюшка и когда разговаривать наш старт и игнатий давайте о церкви сначала я тебя прекрасно понимаю о церкви сначала это тоже дисциплина брат это тоже дисциплина это надо принять как бы неплохо вы говорите я понял я сказал если я ничего не говорил так бы никто ничего не сказал ну раз я сказал да молодцы поймали да да повернулся сказал метко бывает ну и все таки мы не имеем доступа некоторые к интернету мы знаем что есть интернет-сообщество они между собой узнают друг друга больше чем мы их знаем и они они о нас знают также больше расскажи откуда вы когда пришли к богу когда приняли крещение какие планы по спасению души хотим поблагодарить во первых за молитвы что наконец-то мы прибыли сюда как-то игнатий тихонич нам еще в семнадцатом году дал путевку мы хотели сюда приехать креститься и вот через шесть лет мы прибыли но мы крещались там в воронеже у старобрядцев мы сами с старопольского края с кавказа переехали жили 2005 года в белгороде белгородской области потом вот это вот сейчас началось вот это все мы опять детям уехали и перед самым отъездом сюда мы составили приехали белгород вещи какие-то перевезли и не отдыхая четыре вечера выехали сюда было объявлено шестнадцатого будет крещение но там епископ приезжал и нет я деревне почти объявил и на за две недели было все известно почему вам никто не сообщил вы не звоните сами жертв вообще не мы звонили сказали шестнадцатого мне звоните я вам все расскажу даже то что планы будет и где вы будете жить теперь вот эти покрытие находятся встанно сейчас если назад будем возвращаться мы проехали как вы нашли то что за путевка путевой лист дает как приехать по телевизору разрешение и и путевку там где повернуть и завернуть и контакты вообще как вы вышли на него в семнадцатом году через сергия парализованного мы вышли а вот я уже начал вопрошать господу господи покажи истину твою просто знаете это это были дни и ночи я наверное год молилась вот так вот я не ночами я молилась и просила господь вывел верующего человека я совершенно не знала компьютера может что нам приобрели компьютер я вообще ничего не понимал они на работу я только кнопочку нажимала каким-то образом но я молилась не господь только что надо нажал и дар почку меня господь повел на православных христианин на как он представился но оказался обманщиком за которого дать и тихо потом говорили что он обманщик люди ему верили слушали его как бы его проповеди ну давай на христе они вот этот человек приехал к себе парализованного у него там побыл а потом увидели что сергей приехали вы к нему с батюшкой когда крещение у сергея было крещение у меня вышел тот ролик знаете тихо читал туда вот сюда было я услышала проповедь человека что человек говорит вообще такую истину такую правду и крещение все когда муж пришел послушать посмотри послушай мы такой пообщаться вообще никто мы не крещеные мы начали мы выходили в храм у нас был вопрос почему мы ходим и кто вам не отвечал на шесть пять лет в ходе в шесть лет в семь лет я уже говорю а в чем дело почему у нас нет духовного роста у меня у меня начали мысли возникать что-то за вера такое прийти в храм поставить свечки записки подать ацтет литургию причастия вотчика этих канонов как обычно просто и все я чувствую что у нас у нас нет этого духовного роста мы не меняемся я мужу говорю я вижу что мы не меняемся мы должны как-то духовно возрастать потому что обращаешься к батюшкам они что говорят молитесь читайте все ответа я я ездила в разные монастыри и я не просто там за благодатью я ездила искать ответ мне нужно было получить ответ что что-то у нас не так я обращалась ко всем людьми говорили просто молись молись и молись чаще поищаетесь чаще поищаетесь молитесь с горы как камень катится катится я просто вот уже год сидела у христа вместе с ним это слушала потом начали у вас занятия вот сергей организовал павлович да мы начали занятия эти прослушивать но потом это только было начало и у нас сложилось так что нам нужно было уехать на строительство целого дома так как мы продали квартиру и решили быть на своей земле и приехали к свекрови жили у нее там закончился вот этот интернет мы как будто приостановились но а когда мы уезжали со старого больницы звонили с 1-1 тихо чего нам это все выписало когда мы приехали в белгородскую область к свекрови интернет у нас в общем у нас вошли скорби когда мы должны были выезжать у нас начали скорби и у нас как бы господь у нас отобрал начал убирать просто имущество вот я я шла к не господу это все убиралась я радовалась мы уже говорили нас никто не понимал выгод какие-то сумасшедшие как по печенью убирали батюшка нам знакомый сказал вы обманываете сами себя что вы берете сами себе что вы такие радостные в этом плане что вы находитесь вот мы в жительском плане зависли как мы просто зависли никуда без дома без своего все ну ладно но зато мы были с господом ну и как-то так получилось что мы начали стать правильное крещение потому что не было возможности у нас приехать в связи с нашей обстановкой семейной и это тоже удивительно было что мы находим старообряческого батюшку там человека который у них храм оказался в деревне старообряческий и она беда сказала что он сидел на остановке через крест получил она прикрестилась крестом пирожок решила съесть и перекрестил старообряческий храм есть памятник архитектуры 18 века и вот и единственный он там на 5 областей который сохранился мы приехали к нему туда батюшка у них на местном батюшка был храм они как бы снаружи его преобразили а внутри очень требовала реконструкция ну вот мы и принялись как бы мы увидели что как они служат такой стандарь и помогать храму что нужно как восстановить иконостас там нужно было восстановить там раньше было хранилище вот удивительно что не отобрали храм у них представляете и женщина держала 50 лет ключи от этого храма вот когда уже старообрядцев там не стало и этот храм никто у них там до тысячи этих собиралась как уездный город это был вот это вот центр что ли и вот они там проводили службы а потом все это когда закрыл а там это наверное до этого было когда вот эта революция происходило сходила они там в этом помещении хранили специи это все было иконы разбитые такие высокие иконы именные знаете от семи подписаны и они под стеклом были и вот там три-четыре и мы решили что подъехали их меня там за председателем выбрали ну да и как-то мы так начали участие принимать и все это как бы восстановили с божьей помощью это тоже было так удивительно к нам через год наверное через два как после вот это все мы сделали звонит батюшка и говорит встречайте гости с москвы нам едет гость называют сахарова да и он оказывается приехал там он начинал оттуда там левый колодец он это учился учителем и это начал работать там и уверовал и ушел и оттуда вот он вот именно с тех мест и он там по этим по храму ездил вот мы так встретили он так поудивлялся что там такой храм в такой местности так сохранено все и вот таким образом мы начали у них быть но потом как Игнать Сишеч говорит ну этого мы не знали ничего раз мы у них крещение приняли мы ездили к ним на службу и помогали чем могли но потом мы увидели что там за две то есть вы у них приняли крещение мы у них приняли крещение потому что мы крещение не могли нигде больше принять как правило только луку прям хорошо как луку конечно ну конечно они это все глядят так что любят вот ну а когда мы начали с ними все это жить и сталкиваться больше и больше у них такие распри между собой это вообще конечно там борьба за москву и там и прочее это не двои да двои за двои если бы не приходила я книг к ним столкование святого блажного кафелакта то есть и на русском это языке а что тут одно двои в общем это не признавалось чуть не этой книгой бежали за своими старыми книгами не полагалось поэтому я потом зову на тихо я хочу на тихо я хочу на тихо я хочу ну что нам делать ну прям просто война едешь на службу хочешь получить да от службы действительно вдохновение и все такое а получается приезжаем с расстройством на три дня домой вот да ну вот и на тихо я говорю уходите вы оттуда ничего там будет ну я ждала что там будет воскресная школа мы откроем батюшка ну приедет они все таки пришли к батюшку который будет там проживать но этого не случилось вот и сами хотели по деревне раздавали евангелия мы сами да раздавали вас не отключили на это нет мы их убеждали мы показывали ролики знаете они конечно знаете тихо яича игнорируют все но мы начали убеждать все таки мы им раздавали вот ну и когда позвонили на тихо яича начинали у нас просто так и дело уже разошло это с ней а когда вы крестились в каком году 2000 в семнадцатом да в семнадцатом в семнадцатом потому что в семнадцатом только получили поездку 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 через год да вот и вот так уходите вы от них ну чего там не ждите так оно и будет и мы это все убедились лишний раз все мы вышли и вот сейчас находимся в Никонянской ходим как бы сказать вот так ну они же так называют патриархи 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 это как они называются я говорю вы Никоняну пошли ну да в правительство учаяния да я говорю ну если они Никоняне вот мы говорит корабль а они вообще там водки они топятся я говорю почему тогда Господь пропускает что она главенствующая у вас церковь если вы корабль а не водка а она главенствующая почему тогда Господь так попускает молча молча и вот так мы и с вами уже много лет со смотой это же раньше вы хотите спросить у вас во первых вы не представили себе возраст если можно а второе как вы пришли к вере урба мне вот интересно что и муж и жена верующие вы изначально так нет расскажите пожалуйста у меня были бабушки у меня были верующие и с детства я видела что как они стукавого Наталья Михайловна стукавого Инания Весеновича спасибо мои ревестники бабушки были верующие они соблюдали посты хотя у них я не видела что там какие то были особые книги я этого не видела ну маленькие еще были у меня я когда не умер еще вот и все равно мне это все запоминалось у меня было такое благоволение отношение к иконам если это я видела что икона где то там лежит не в ней я ее убирала но дома у нас этого не было мама и папа у меня папа возил бабушек в храм потому что храмы тогда были все разрушены где то там они были папа иногда раз в год их возил на причастие наверное я же этого не понимала вот ну вот так ну почему то у меня в душе вот я всегда я всегда была как-то одиноким человеком вот у меня не было подруг таких особых у меня госпитт как-то хранилось у меня госпитт как-то хранилось в доме отслаживалось и у вас евангелие было в жизни или вы просто нет вера в душе нет я когда в общем я если так по правде сказать по правде по правде говорю что я заболела у меня значит обнаруживают ракуги вот предраковое состояние как они мне подставили потом сказали все нужно резать там 99 процентов я этого делать не стала и сколько вам было лет сразу говорить потому что очень важно это тоже ну 45 она уже замужем понятно детство начали да то с детства и сразу сколько там непонятно 45 это уже понятно то есть я говорю что в детстве вы еще бога не ищете сорок пять бога не ищете то есть нам нужно конкретно узнать когда вы начали бога искать что что обратились вот к тем словам которые сергей проявления доставила сначала да сначала обратилась к очищению организма что мне нужно его почистить я поняла что да мне нужна эту всю заразу которую мне нужно ее убрать ну я таким образом начала эти зожи вот это все хорошики перебавить это сама искать ну и начала применять вот эти вот все иеты и все такое ну у меня что-то не проходило там я этим наверное год занималась потом мы когда с мужем переехали мы жили вообще на Ставрополе мы сами оттуда ну в связи с этими больными чеченскими нам пришлось уехать оттуда в Белгород друг там был нам понравилось Белгород и мне там купил квартиру мы стали там маму собираться быть стали там проживать и мы уже переехали я уже болела в груди у меня поехали в онкологию поставили на учет меня вот начали мне пункцию брать из груди ну мне еще больше эти шишки начали возрастать пункцию да и я уже вот так тут он чем заниматься ничего такого нет мы вышли на рынок торговля продавать начали мы у него сестра занималась шубами мы начали заниматься этим шубами ну вот такой больной груди что они мне там выписывали я принимала делала улучшений у меня не было и мы на рынке знакомились с женщиной она говорит да тебе надо это богу обратиться тебе нужно исповедаться тебе нужно в общем свои грехи Господу сказать потому что ты болеешь от этого и она пришла ко мне домой проверить проверить она мне когда стояла она мне подарила молитва во слов я стою на рынке торговла шубами подходит ко мне женщина говорит что такая не знаю я говорю да болею мама у меня лежит уже лежачая была она говорит да я мне мама умерла вот иду с храма и несу это молитва слов вам надо ну вы такой я говорю не знаю вы читаете вы знаете вы читаете и она мне дает молитва стол я постою а тогда была такая зима тёплая ни одно ничего не продается у нас вот шубы уже не нужны тогда пошли вот эти стёганки такие знаете вот я думаю да что такое уже мы стоим ну ничего нет да что мы жить там будем и она мне подходит и говорит а я у вас куплю 4 шубы я такая и она одна идёт на весь ряд не ходит она одна и ко мне подходит и вот такие у вас красивые вы мне продадите и вы мне уступите я говорю конечно та же самая Я говорю, конечно, выступлю. Я говорю, а как вы так берете? Зачем вам 4 шубы? Как вы так берете? Она говорит, ну я себе, сестре, племенице и страхе. Я говорю, ну как вы без примерки берете? Я говорю, на себя примерю, а длинный будет отрежем. Они говорят, например, это как я. Вот она мне этот мальский пастор дает, а у меня мама уже приставки дома была. Я прихожу домой после работы своей, приготовила, приготовили. Начинаю этот мальчик, что-то читаю. Я ничего не понимаю. На церковно-славянском, конечно. Нет, нет. Вот он был на русском. На русском? Пардун. У меня дома такой есть. Вот, пардун. Может, русскими буквами, но церковно-славянским? Нет, он на русском был написан по-русски. Русскими буквами. А там псалмы были на русском языке? В этом молитвословии? Никарь, уже как-то много. Нет, не может быть, чтобы на русском языке. Славянские не было. Славянские, ну, церковно-славянские. Это современная молитва на русском. Нет, нет, да не придумайте сейчас. Не надо придумывать. Я не помню. Я не помню. Русскими буквами, русскими буквами на церковно-славянский. Что, все, понятно? Да, да, да. Все ясно. И вообще ничего не помню. Да не то, что там, я даже, там, церковно-славянский... Если бы был русский перевод, у них так идет, колонка разделительная, вот так колонка церковно-славянский, а тут русский. Все, они по-другому не отпускают. Я вообще ничего не понимала. Там нужно, там, это церковно-славянский русский. Я подняла... Нет, ну потому, что вы сейчас-то понимаете, уже должны... Буквы русские. Да, буквы русские. Я молюсь, ничего не понимаю. Мама у меня умирает. Мы хоронили маму, приехали домой, у меня это все колесно, у меня возобновляется, продолжаются. Я начала понимать, что мне нужно действительно обращаться к Господу. Вот. И сестра ко мне пришла в дом, говорит, вот у тебя есть молитва слов, вот этот, вот я ее достаю. Вот есть, она говорит, вот видишь, вот есть молитва, вот здесь, к причастию. Вот тебе нужно исповедоваться, молитвичище, причаститься. Вот. Я вот, значит, иду в храм. А, до этого еще мне Господь уложил в постель. Я ломаю руку и ногу, потому что я торгую, мне нужна эта продукция. И я, заказывая продукцию, иду по леднейшей дороге вечером и падаю вечером. Ломаю руку и ногу. Вот так Господь меня уложил. Это сколько было уже этого? Ну, это когда мы переехали, ну, через год. Я просто не знаю, когда вы переехали. Да, да, 18-й, поскольку когда вы переехали. Ну, то есть перед тем уже, как его узнать и обогнать Тихоныча, то есть наше общение. Конечно. Ну, то есть вот-вот уже. То есть Господь такими путями, вествиями. В общем, короче говоря, через болезни, ну, чтобы побыстрее. Через болезни. А то же вам ехать тоже скоро, то я вижу, ты будешь долго. Ну, вы же так говорите. Это хорошо вообще, жертва общения, только пораньше надо это все делать. И таким образом вот сестра пришла, вот говорит, ну, тебе нужно вот так сделать. Потом, когда вышла, ну, да, нужно. Я пошла в храм, я расповедовалась. Мне как-то в храме было даже плоховато. Как-то мне прям, мне в организме было плохо. Меня как-то, аж поташнило и все такое. Вот так вот состояние было. Ну, ладно, вот. И потом, ну, что у нас, получилось так, что привезли в Россию курскую вот эту икону знамения. С Америки когда. И там ажиотаж был у меня всю Россию. Кореную. Кореную. И я выхожу, и женщина говорит, вы хотите с нами поехать? А она тут икону дала. Она оказалась матушкой батюшки. И таким образом, как-то мы собрали, вот эта женщина-матушка, вот эта, которая мне возвестила, что нужно тебе исповедоваться, причащаться. И мы поехали к этой иконе прикладываться, когда мы начали подхватить прикладываться. В общем, у меня текли слезы. Мужу говорю, почему никто не плачет? Я одна плачу. Я просто... Ну, дошло уже, все понятно. Ну, не я для того, что должно быть. И все, я начала таким образом ходить в храм. И когда вот начала смолить, это твой дядя Тихонович. О Евангелии никто про Евангелие не говорил. Только молитва слов и не бедлют в слово, ничего. Знаете, вот что мне, я благодарна батюшка, у нас есть такой стирки. Я пришла, говорю, батюшка, мне нужен эпитимьян. Он говорит, вот тебе эпитимьян на всю жизнь, читай Евангелие, Псалтирь. Где мы проходим. Я начала читать, не знаю, в день. Работа трудная была, ну, что там, на этих летах. Как сказали. Я приходила ночью, приду, с этой работой уже в 6-7 часов вечера приходим, вставаю, и уж рано в 5 часов. Ну, вот такая, да, работаю ночная. И все равно прихожу, приготовила, уснула, но ночью я встаюсь, читаю Псалтирь. И там 4 года я так поблилась в Псалтирье. У меня Господь начал открывать. Ну, как-то вот, читаю Псалтирь, Евангелие, и что-то у меня уже начало, что-то у меня слаживаться. И ногу ты ломаешь в 17-м году с рукой. Год 18-м, когда мы перейдем. Даже в 18-м? В 18-м вы крестились уже. Ну, значит, в 17-м. Я уже туда, я даже... Не, ну, я просто хочу... Ты рассказываешь, у меня прям картина выстраивается, и все тоже, все хотят понять. Как, когда ты услышала, и почему ты начала искать, и услышала себе аппарализованного. Я начала дома читать Евангелие, постоянно, каждый раз. Муж у меня был неверующий. Я ему говорю, посмотри, Господь, у нас, вот видишь, вот так, вот так, вот что. Но когда, знаете, я один раз прерву прошла, второй раз прочла Евангелие, и третий раз полностью читала. В 13-м году, извини, в 2013-м году ты начала читать Евангелие. Благословен этот пуп, который сказал тебе слово Евангелие, чтобы ты читала. Да, я ему благодарна, и вот через несколько лет его убить, вы ему не могли поклондилась. Я тебе хоть со мной года начинаю прояснять, так что ты по ним увенчались, и пошло, да? Ага, то есть вы еще увенчали. Ну, то есть какие шаги, да? Сознание потерял, летал под пупу. А ты Евангелие вместе с ней читал? Потому что я так понимаю, что... Нет, я еще не читал, нет. А, ты еще не читал? А, ты еще не читал? Да, на работе, но она интересная. Да, потому что мы в 12-м увенчались, будучи неверующей. Нет, ну, конечно, Лена, ну, вы знаете, они еще не сказали, что ты болеешь, тебе нужно повенчаться, грехи же, грехи, понимаешь? Вот они стараются. Как обряд. Как обряд. А, получилось таинство. И Господь у вас тогда уже начал сердца ваши располагать к себе, к любви своей. Да, и вот я читала, и у меня коснулось то, что... Вы не сопротивлялись, вы кроткие были. Я поспорю Каримфином, 6 глава, 9 и 10 стих. О неправедной, что неправедной, Царство Божие не наследует. Я как раз володу, и даже сушь пор сейчас... Он меня просто пронзил, а знаете, у меня просто все кипятком. Думаю, я же много раз читала, почему я не делаю этих слов? Почему, говорю, мы уже не возрастаем духовно? И я, когда он приходил, и говорю, вот, видишь, говорю, прелюбодеи, прелюбодеицы, все такое, вот это вот, пьяницы. Он выпивал. В общем, мы нашли в себе пороки те, которые обличил меня Господь. Я очень плакала, просила прощения у Господа. А ты еще нет, да? Нет. Ты не просила еще? Нет. И потом муж начал рассказать, вот, видишь, почему у нас, говорит, вот, духовный рост должен быть, ну, должна сказаться своего Я. Я еще не с такого рода. Вот. И все, и, может быть, мы живем неправильно. Как у них на детей хочу, я так сказала, может быть, мы живем неправильно. Вот, видишь, как Господь нам что говорит? Это 13-й год, да, когда Евангелие это начало читать? Да. Ну, давно уже. И вот так. И с таким образом я начала, он кушает, он говорит, ну, мне же некогда читать. Я говорю, ты кушай, я буду читать. Возрождение Ваше началось, ты понимаешь, в 13-м году или в 14-м. Я этого не понимала, Игорь. Да, вот сейчас вот мы по годам. Я начала. Десять лет Вы уже на этом пути, понимаете, в чем дело? Я начала. А у тебя была любовь, наверное, к жене, и ты просто не сопротивлялся, то, что она говорила, да? Мне просто. Как тебе пришло то, что ты бросил пить? Ты курил? Хотелось, чтобы она поправилась. Да, и все делаю. Ну, ладно, не надо. Это такая, бывает, что там, кто может речить, то, 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 все. Так, да. Ну, у тебя должна любовь к жене была? Да. Привязанность, перерасти в любовь к Слову Божию. Я же сказала, говорю, если ты со мной, даже до венчания, ну, вадьба, я говорю, я иду за Господом. Если, говорю, ты со мной, венчаешься, и мы будем жить дальше. Если нет, ты можешь уходить, ты свободен. Ну, вот так было. Что такое? Она как меня ревнула. Слушай, она тебя своей верой прям подтолкнула ревновать об Господе. Я посмотрел, что там. А я подумал, что через тебя она пришла. Ты такой, ну, такой уверенный, брат. Я уже сейчас таким стал, такой спокойный, рассудительный. Я его первый раз увидела и видно. Это мы уже просто, уже когда в Господе столько вот лет. И я ему начали... У него не было такого, как у меня. Ну, потихоньку, постепенно, я ему читаю, стою. А потом, когда Игнатий Тихонович, вот эти ролики, все. Мы начали смотреть, он сразу бороду отпустил. С поиском у нас было, это, боролся долго. А ты до этого ему говорила, не брезься когда-то? Не, не было такого, да? Не было. То есть, одновременно вы смотрели ролики и видели, что... Слышали, что о бороде, о табаку грении и взьянстве тоже? Табаку грении, когда... И перед венчанием он бросал. А, то есть, еще двумя... У меня все предки не курили, у меня этот прадед грек, они туда за рецепт пришли. И они никто не курил. У отца было шесть братьев, они не курили. А я один курил за всех. И перед венчанием он не бросал курили. Так что, Господь уже с уникальством не будет. Да, он не будет. И вот так потихоньку и он пришел к вере, и Господу пошел, и на исповедь пошел. А благодаря роликам Гнатия Тихоновича и книге Господу православия, мы все выписали. Книги все тридцать... Восемь. Там, да, и Евангелие все толковать, ну все. Вот эти сейчас тоже возьмем, приобречем. Мы ходим, проповедуем, раздаем Евангелие, визитки наши даем. Ну, кого Господь коснется сердца. Слава Господу за все. Благодарю Господу за все. Они постоянно участвуют во всех занятиях. Ну, почти во всех занятиях поставили. Каждые два часа меня осенит, Наталья все время на молитве. И на 100 поклонной молитве называется. Наталья, болезнь-то ваша исцелилась? Да, болезнь. А, болезнь-то? Болезнь, вы знаете, исцелилась тогда, когда я отказалась от себя. Когда я поняла, что вот это нужно все выбросить, краски. Когда я одела платок, когда я сняла все эти брюки. Я год молилась Господу и все царицы молилась об исцелении. Мы больше просто не ездили даже туда, в эту блоковую. Никуда я больше не поехала. Никакой онколог не поехала. Так она, что здесь поняла? Потому что они мне со второй груди заливали пункцию. И сделали мне практикантка. Мне вот так вот проводила пункцию. И сделала неправильно, мне появилась еще одна шишка. Выставляете? Я вот так, ну когда я, я уже больше никуда не ездила. Когда я обратилась к Господу, когда я это все с себя отказалась от своего я, я поняла, что нужно вот это вот, мое я убрать. Вот. И все, вы знаете, ну муж знает, у меня были шишки, вот знаете как, ну больше голубиного яйца, вот как куриное, только маленькое. Вот с двух груди, а так было. Вот, вот так исчезли, как будто ничего не было. Вообще ничего не было. И вы только славите Господа и никуда не ходите, ничего? Никуда не хожу. И чувствуете себя хорошо. Чувствую себя? Чувствую себя. Можно попросить за моего мужа Дмитрия помолиться, он у меня неверующий, чтобы он так же вот, как ним они пришел. Бросил пить, и пути. Чтобы мы тоже могли повенчаться. Он не кудрый. Ленда чаще молчет из себя, Лен. Ленда, дома чаще молчит и гуру. Да как она может молчать, когда другую муж здесь, он промо-набит? Знаете, Ай, Виктор, надо его... Я не молчала в том плане, что это нельзя. Видишь, Господь говорит, пить нельзя. Видишь, курить нельзя. В заднем ухо, когда цель. Я говорю, ну, как у муха. Потом на что-то смотреть, слушать. Он больше на работе находится, он больше слушает. Измором, какие крепости берут. Но ему не измором нет. Ну, хочу сказать, они проехали сюда 4 тысячи километров и не успели за самый малый, ну, успели на крещение, но успели, зато на службу. На костер успели. На костер успели, да. А на крещение немного не успели. На папах, на архиерейскую службу. А еще что я хочу сказать. Мы сняли очень подробно все. То, что еще, когда мы приходим в храмы, какие-то фильмы есть, но вы-то вы тут понимаете, что вы привыкли, что вы такие. А мы придем в храмы, какие ходим. На нас смотрят, ну, шепчутся перед там. Шоптываются постоянно. Даже в хладках. Вот как есть, так я и хожу. Может, поисочки и все. Ну, а у нас понятное, благословение подходит. Да, благословите вас. Они же говорят, вы где это? А я когда им проповедую, говорю, вот есть такой проповедник, что вот у нас каноны, вот все вот это, да. Они что говорят? И батюшки говорят, да, это секта, это там секта, так сейчас никто не это. А у меня теперь есть пол отоправданий, потому что мы были на архиерейской службе. Вот тогда Иваник, как у нас Сергий, митрополит, он что, сектант получается? Тогда нужно его извернуть из сана, да? Конечно. И мы все молились там, все, мы стоим, все, теперь когда-нибудь мне так говорить, что они могут мне сказать? У меня прям такое, что мы вот приехали, мне такая радость. Священник благословляет. Мне Господь еще благословил поболеть, посетил меня. Покажи вот сюда. Священник благословляет, крест дает людям целовать после службы, а они братья, вот, братья с сестрой, раздают Евангелие красные. Причем Евангелие, там московская патриархия, там написано Кирилл, благословение патриарха. Они благословляют. И мы когда к ним, потом уже подходим, где-то мы на улице раздали, где-то в Белгороде. Это в Саврук. В Белгороде мы тоже, но там с натяжкой. Там униатства очень раздали. А, уже униатства, да? Конечно. Они, можно сказать, они только вот, одели висы, а сами-то они. Да, как понятно. Они московской патриархии, но там униатства. Нет, нет, нет. Они униатства нет, но они, как бы, знаешь, равнодушно относятся. Ну, это дух такой. Дух вот этот, не... Евангельский. Ну, ничего они там не изучают. Не хотят они Слова Божьего. Я ни в одном храме не видел. Причащайтесь, причащайтесь. В Капитриарном соборе вставали, когда были там, вообще, что-то смотрим на батюшка, что-то не то было. Я же, потому что у него бороды нет. Ну, вообще, обриты были ты. Не то, что там няня обриты. Ну, это у меня все есть. Вот это есть. А как еще сказать? Да. Да, только обрядность наблюдается. А на самом-то... Крещения никогда не будет там. Только вот будут мочить. Нога на ногу убери. А когда в Ставрополь вот мы приехали, вот так, батюшка, он говорит проповеди по филату булгарскому, что у меня это... Вот имам и еще Данил там будут есть. И он настоятель у них, отец Дмитрий. Мы когда заходим, он говорит, вот после креста, он говорит, вот у нас уже по сложившейся традиции, нас братья с сестрой, будем дарить Евангелие, смотрим. Мы принесли ребят. Ну, представляете... А вы выписываете, да? Выписываю. Ну, я молилась, говорю, Господи, ты же знаешь, что я приехала сюда, я никого здесь не знаю. Куда мне пойти вот, ну, да, вот, что он говорит? И он говорит, кто вот не может приходить в храм, может быть, понесите там, отдайте Евангелие, читайте каждый день, пока есть возможность, берите. Так, вы уже тоже на нашу сторону ставили. Слава Богу! Замечательно! У меня вопрос еще. А вы вот про этот духовный рост говорили? Вы сейчас чувствуете, что духовный рост есть? Обязательно! Обязательно! Они постоянно на занятиях, а тебя тут на занятиях не оставишь, сейчас побежишь опять цветы там, и что там, помидоры подвязывать. Оставайся тут на занятиях. 30 минут всего. Ну что? Проси Христоса, не забудьте благословить братьев, они поедут прямо сейчас. А покушать? Ну, покушать это, понятно. Ну, не прямо сейчас. Да, благословица с Господь, и что это ангелы-хранители. Песня. Главное, что он не знает. Он не знает. Стойно есть такого истину, блажить и тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искрения Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу, Тя вивечаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втанно не остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении Своим и проповедуют смело и инославного об Иисусе Христе. Господи, праведны судьи Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово, отвертлеченное Святой Библией. Прости нас, Господи, и Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Иегова. Господи, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вот и я. А, Волочи, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя заслугой правды Твоей. И век, вала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови нашего Батюшка Пути, пошли Ангела Мирного Хранителя. И благослови путешествующих Геннадия, Наталью, пошли Ангела Мирного Хранителя, во всем пошли Боговое поспешение. Благодарти их, Гитрая, в душем интересном. Тебе слава, Господи, и Сын и Святому Духу, ныне, всегда и в веки, веков. Аминь. Аминь. Да какого это? Я принес вам? Ну, почему вам просто? Аминь.